Оу-е-е-е, Субнатика Ниже Нуля, приветищи! Мы вернулись с тобой на эту замечательную планету, но в этот раз нас ждёт суровая зима! Что ж, покажем ей свой оскал и начнём! Мы разные, но мы связаны. О, ёшки-матрёшки! Нифига себе! Чё это звенит? Будильник, что ли? О, точно! Так, офф! А где мышка? О, мышка появилась! Могу офф нажать и сноуз. Ну, типа отложить, чтобы будильник чуть позже позвонил. Ладно, давай вздремнём ещё. Не могу нажать. Ёв, тоже не жмётся! Чё-то поделись, что делать! Нажмите тап, чтобы открыть или закрыть КПК. Ты, ты чё сделал? А, погодь, я чё, тётка, что ли? Ну-ка. Слушай, реально. Смотри, какие худощавые такие тонкие стройные ножки. Вот это поворот! Но, если честно, мне без разницы, за кого играть. О, смотри. Это же я, типа, да? А это у нас что, пингвины такие? Здешние пингвиносы? Я бы их так назвал. Кстати, ничего такая, девчонка-то я. Крутая. Ты помнишь мою халупу, да? В первом субнатике какая была? А тут вот девчачья. Сразу видно, да, что девочка живёт? Так всё аккуратненько, цветочечки. Ничего не разбросано, наскоб вонючих нет. Короче, ну сразу видно, да, что эта девочка здесь живёт. О, тот же, не пацан. А, это чё, тоже моя фотка? Ну, нифига себе, рыба какая дырявая огромная. Я, кстати, её где-то видел. Кажется, я застрял. Туальшь налево, я застрял! О, я освободился. Присесть могу? Давай присядем. О, хорошо сидим. Кофе только с чипсами не хватает. Ладно, хорош попец отсиживаться. Я только проснулся, вообще-то, между прочим. Наш гардероб. Масочку взять не могу. Костюмчики у меня все однотипные. Плачешка карнавального здесь нет, к сожалению. Возьмём, наконец-то, КПК. Робин Гудл. Посмотрим, что там в этом КПК. Примечание. Весь текст и озвучка ещё не закончены и не отображают итоговое качество. Хорошо, это я уснил. Итак, мы снова из флота Альтеры. Робин Гудл. Собеседование на приём в Альтеру. А, нет, мы ещё не на флоте. Мы проходим собеседование. Ну, давай почитаем, чё там. Интервьювер. Это тот человек, который, собственно, и принимает в Альтеру. А меня, значит, получается, зовут Робин. Робин Гудл. Интервьювер. Почему вы подали резюме на эту должность? Робин. Все говорят про 45-46Б. А кто не подавал? Разве что Джеффрис. Нет, Джеффрис записался на прошлой неделе. Почему именно это назначение? Последний раз я встречала разумную жизнь на Страйдере 6, 17 лет назад. Было весело, но честно сказать мне надоело. А у вас есть кальмар-телепат? Надо сказать, что слухи о космической цивилизации на планете всего лишь слух. Если вы пришли за этим, вы разочаруетесь. Я ксенолингвист. Инопланетная космическая цивилизация – это наш святой Граль. Я хочу его найти, но я не ожидаю этого. А какие навыки у вас есть для этой должности? Есть такие существа, которые вы себе не можете даже представить. Не говоря уже о том, чтобы понять. Знаете, как я с ними разговариваю? Ну, думаю, вы сопоставляете ответы со стимулами и... Нет, я делаю то же, что и они. Если они копаются в жидком азоте и разговаривают ногами, я надеваю пальто и встаю на руки. Но вот это собеседование, вот оно действительно инопланетное. Так что тут я пытаюсь сопоставить свои ответы. Я хочу, чтобы мы друг друга поняли. Отправьте меня на эту планету, а я буду говорить с рыбами за вас. Благодарю, мисс Гудл. Сандра? Сандра? Сандра вас проводит? Сандра, где ты, ё-моё? Всё-таки, оказывается, Робин Гудл это я. Ну что ж, пойдём вылезем на поверхность и посмотрим, что же нас там ждёт. Потому что окон здесь нету. И я боюсь представить, куда я сейчас вылезу. Ага. Никуда я не вылезу. Это моя кухня и лаборатория одновременно, да? Закроем дверцу на всякий пожарный. Вот так вот. Блин, ну конечно, маленькая, хрупенькая девочка находится одна на планете. И мы, кстати, не под водой. Мы на поверхности. Очень классно реализованы погодные условия. Мне прям кайфово здесь. Снег так идёт. Романтика. А вон там, вон, видишь, краб стоит. А это, видимо, антенны, которые передают радиосигналы. Ммм. Что ж, пойдём полазим по нашей кухне лаборатория. Ох, кофеё. Конечно же, я с утра прям хотел не пролезть. Доска не поднимается. Я прям с самого утра, раннего утра, хотел выпить кофеё. Как мне? Что ж такое-то? Мне туда не подлезть. Ладно, придётся перепрыгнуть. Кажется, это не так всё просто. Серьёзно? Я не могу туда допрыгнуть. Я завис. Я повис. О май гад. Фух. Вылез. Да, багов здесь, конечно, хватает. Блин, ну как мне до чашечки кофе добраться? Смотри, сколько в мусоре кофеина. Достать, что ли, оттуда стаканчик? Посмаковать остаточки? Не, ну до такого я не буду опускаться. Банком... А, банкоман. Автомат, выдайте мне, пожалуйста, чипсы. Прикинь, он чипсы не выдаёт. Хоть башкой об него вот так вот побейся. Отдай мне чипсы. Что за дискриминация? Капец, девочка, тебе не повезло. О, это же у нас водофильтр. Точнее, фильтр воды. Но воды здесь нет. Видимо, он не работает. А что мне, собственно, здесь пить и чё кушать? У меня, кстати, нет даже полосок здоровья и питания. О, чё за плакатик? Уууу, знакомые вещички. Инь и янь, которые мы видели на инопланетной базе. Почему-то он перечёркнут, а вот этот вот галочкостый. Типа, вот это имеет огромную ценность. Скорее всего, вот эту штуку мы и будем искать по сюжету. Но это не точно. Это не точно. Так. О, стемнело уже. Здесь у нас сверху написано «Вечерняя звезда». А здесь написано, что твои глаза смотрят на инопланетный мир. Ну, в принципе, да. Я в окошечко вот вижу инопланетную планету. О, Марсик рядышком проплывает. Ну, нифига себе, молния, ты видел? Кошерные погодные условия. Просто кайфую от этого. Я не знаю, на самом деле, как называют эту планету, но она похожа на Марс. Так что буду называть её Марсом. О, чуть не проглядела эта КПК. Исследовательская база 0. Добро пожаловать в ваш второй дом на планете 4546B. Эта брошюра расскажет вам о вашем новом месте проживания. Ваше окружение. Сектор 0 охватывает два квадратных километра океана, расположенных недалеко от экватора планеты. Необычные природные условия поддерживают в этом месте почти вечную зиму, которая прерывается только на экстремальные погодные явления. По невыясненным причинам инопланетяне решили сосредоточить здесь свои строения. С момента выброса фирамента 42 жизнь в этом месте расцвела и превратилась в крупную экосистему. Так вон оно чё, фирамент всех спас! А я-то переживал, что я отключил охранные системы и теперь сюда могут другие прилетать, а вдруг они заразятся. Ну короче, слава богу, всё обошлось. Исследовательская станция 0. Вас назначили на главную базу сектора, расположенную на ледяной шапке на западе, прямо под основным археологическим участком. Отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций и технологий, а также отправляться с заданиями на автоматические станции в других концах сектора. Оснащение. Проживание для трёх или шести человек. Полностью оборудованный научно-технический отдел. Комплексы для доступа и физических упражнений. Большая теплица и установка фильтрации воды для самодостаточного проживания. Метеорологический комплекс, отсек костюмов краб. Проживание от трёх до шести человек. И где эти от трёх до шести человек, я никого не вижу кроме себя. Неужели я всё проспал? Лаборатория моя. О, ещё один акварчик. Баночки-скляночки для анализов. Песочек, вон вижу это, видимо, я здесь провожу пробы на инопланетном песке. Это стол для проб анализов. Вот сюда вставляется пробирочка, и он считывает всё это дело. Это биореактор. Ненавижу биореакторы. Постоянно нужно туда что-то вкидывать. Эта штука непонятна для чего. Похоже на то ли акваланг, то ли на зарядку батарей. Это тоже штука непонятна. Первый раз вижу такую. Что мы здесь имеем ещё? Микроскоп, конечно же, чтобы изучать микроорганизмы и прочую всякую лабуду. О, КПК. Давай почитаем. Робин Гудл. Записи исследований. О, так я ещё и учёный. Эээ, учёная. Я всё не могу свыкнуться с тем, что я девушка. Записи исследований. Что... Что за цифры? Скорее всего, это шифровка. Видимо, я от кого-то шифруюсь. О! Знакомые лица. Короче, здесь написано, что император производит фираменты, которые поглощают пескуны. Пескуны, в своё время, съеденный фирамент поставляют экосистеме. Ну, а император, соответственно, поглощает то, что есть в этой экосистеме. Вот и получается такой круговорот. О, да там не один краб. Их там двое стоит. Может быть, я здесь не одна? У меня здесь есть коллега. Я не знаю. Улучшенный изготовитель, видим. И ещё какие-то огромные пробирки. Фух. Пришло время выйти на улицу и вдохнуть ароматы здешнего ледяного мира. Вау. О! А там что у нас? Инопланетная база, что ли, какая-то? Просто чума. А можно снежки покидать? Пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста. Трактор? Помнишь, я хотел в первой части на тракторе покатать? Сан-Шен-Ор, это весь подприем. Привет, Сэм. Мы потерялись с Джеффи на археомическом участке. Окей, я проверю. Принято? Знаешь, это так мило, разговаривать официальным тоном с родной сестрой. Твоя карьера рухнет, если ты не будешь скрывать наше знакомство. Робин, ты же знаешь, все переговоры фиксируются. Ну и что с того, если кто-то узнает? Это же так мило. Я здесь уже две недели, а мы почти не общались. Потому что ты сразу отправилась на планету. Найди Джеффри, потом поболтаем. Так точно, мэм. Вон оно, че, оказывается, со мной здесь Джеффри. Теперь понятно, почему здесь два краба. И мой координатор, это моя сеструха. Да, просто обалдеть. Знакомая вещица, да? Это же, по-моему, глайдер. Мой жилой модуль очень крут, я тебе хочу сказать. Он напоминает мне циклоп своим размером. Просто огромнейший модуль. Интересно, а почему вот на этом модуле нет окон? Хотя вон наверху есть... О! О! Это же станция, которую мы видели на картинке. Там сидят чуваки и наблюдают за моими исследованиями. По-любому. Нифига себе, она, в принципе, так рядышком. Она даже в атмосфере находится, вроде бы. Или она настолько огромна, что я ее вижу через заблака и атмосферу. Ладно, мне сейчас нужно зайти вот сюда. Хочу посмотреть, что у нас тут. Очень любопытно. Вау! Вау-вау-вау! Теперь понятно, почему наверху у нас окна. Чтобы сюда попадал ультрафиолет и растения росли. Классно! Кайфово! Это у нас, знаешь, живой уголок такой, только с растениями, без животных. Живой уголок без животных. Хе! О! А тут у нас какие-то ресурсы... А, это семена лежат у нас. Грузовое помещение. Пойдем зайдем, глянем, что у нас тут из груза есть. А-а-а! Так это называется оранжерея. О, ну ну что, теперь буду, по крайней мере, хоть знать. О, КПК. Перечень задач. Давай почитаем, что там у нас в перечне задач. Собрать еду с грядок и посадить новые растения. Перевести символы на инопланетных артефактах 7 из 10. Работаю. Отправить готовые исследовательские образцы на Веспер ракеты. Сделано. Продолжить исследование механизма силового поля на участке 0. Работаю. Отправить еженедельный отчет о работе. Работаю. Надравить костюмы краба надо сделать. Отремонтировать метастанцию надо сделать. Сделать ежемесячный обход дистанционных установок надо сделать. Проверить, готовы ли стая пингвикрылов плавать с людьми. Так вот их как зовут, это пингвикрылы. Проинструктировать новый техперсонал. Надо сделать. А где мой персонал, я не понял. Кстати, возле фильтра воды есть еще одна дверца. Пойдем посмотрим, что у нас там. Ага, это чья-то комната. Сейчас мы узнаем, чья это комната. Здесь явно живет мужик. Все разбросано. Ну как разбросано, в шкафчике все не по феншую. Здесь ничего нет. О, кипклэм. А может быть и девочки. Я уже начал сомневаться. Куча модификаций для краба и какие-то чертежи. Давай почитаем КПК. Загруженные данные. Еженедельный отчет. Исследовательская база 0. Неделя 26. Персонал. Робин Гудл. Ксено-лингвист. Джо Джеффрис. Техник. Не подтвержден. Классифицированный исследовательских образцов 5. Исследовательских образцов с коммерческим потенциалом 0. Оценка за продуктивность 2. Оцените продуктивность вашей работы своими словами. Мы прокопали тоннель во льдах, чтобы стая пингвина-крылов сплыла около жилища, где мы записывали их поведение. Ещё получили доступ к замёрзшему комплексу. Перевели символы на инопланетной панели управления, а также подключились к ней, чтобы она принимала частоты Альтеры. Думаю, мы заслужили тройку с плюсом. Оцените вашу удовлетворённость службы поддержки Альтера. Двойка! Я бы и меньше дала, но моя сеструха вас всех вытягивает. Опишите ваши предполагаемые шаги по самосовершенствованию. И я иду спать. Вот такая вот интересная КПК попалась нам. О! Это же типа команда, да? Вот это я. Вот этот чувак очень напоминает челла из первой части. И он прям посерединке типа как первопроходец. А вот этих трёх я вообще в душе не знаю кто, даже не видел их. Ладно, выходим снова наружу. Закройте дверь, а то дует! Не вопрос, сейчас закроем. Давай спустимся вниз с тобой, посмотрим, что эта антенна себе представляет. И вот погрузчик, наконец-то. Пойдём мы до него сейчас дойдём. Можно я в него сяду? Ящики поразгружаю. Нет, нельзя. Чёрт подери. Так, антенна. Мне можно с тобой взаимодействовать? Я здесь вообще ни с чем взаимодействовать не могу. Это... О! Снеговик! Снеговик! На него акваланг надели и маску. Я могу разрушить снеговика, но зачем? Нет, я не буду этого делать. Я не буду. Фонарь стоит. И по всей видимости, я могу спуститься сюда, на этот лёд. Но он весь потрескавшийся. И если я на него встану, есть вероятность, что я упаду. Тогда мы не будем спускаться с тобой по лестнице. Мы просто прыгнем на этот лёд. Ай, больно. Вот этот поворот. Я, если честно, думал, что он треснет под моим... Эээ... Хрупким телом. Ух ты, как я хожу. Элегантно по льду. Снеговик, ты меня, конечно, прости, но ты единственный, с чем я могу здесь взаимодействовать. Так что я тебя разрушу. Капец, я даже снеговика нормально разрушить не могу. Ну что это такое? Теперь вместо снеговика у меня тут три колобка. Я думал, я хоть маску с аквалангом заберу, а шиш тебе. Ладно, пойдём в том направлении, вон туда, в горы. Посмотрим, что у нас там. Кстати, ты посмотри. Крабы-то поломаны. Повреждённый костюм краба. Ну да. Лобовое стекло разбито. Руки нет. Вот, рука валяется. Здесь у нас, видимо, инструкция от краба, как его починить. Это тоже весь ушатанный. Чё с ними произошло? Кстати, странно, что у меня здесь нету голода и здоровья, а также мороза. Почему я здесь не замерзаю? Вот это... Ух ты, классно как... Что-что-что такое? А почему ты так светишься? Очень ярко. Ты меня хочешь обжечь? Смотри, она за мной наблюдает. Ну-ка, коснёмся её. Ага, больно, больно. Короче, она раскаляется и может обжечь. Так что к ним лучше близко не подходить. Ооо, сколько у вас тут? Своего рода это типа радиаторы отопления тут стоят. Цветки, радиатор отопления. Романчика и красиво. Куда ж мы поднимаемся с тобой? Блин, ну это так странно, субнатика всегда ассоциировалась с водой, а тут мы с тобой бродим зимой и по суше. О, инопланетные фонари. Походу нам сюда, в эту пещеру. Что ж, пойдём. Мы же ищем с тобой Джеффриса. Офигеть, ледяная пещера. Атмосферник, атмосферник. У-у-у-у. Всё-таки это действительно на горе была инопланетная база, которая вот так вот прорастает из ледника. Офигеть, конечно. Очень классно всё сделано. Прям глаз радуется. Инопланетяне, конечно, постарались. Что мы тут имеем? Можем что-нибудь взять? Это лабораторный инструмент, генератор, который питает вот эту штуку, а что это я понять не могу. Ладно, пойдём зайдём к инопланетянам в гости. Инопланетный комплекс. Предупреждение. Донос будет запрещен. Дальнейшие попытки будут решить ненапресительные. Отступите, Робин Дудон. Откуда вы знаете, как меня зовут? Я пришла с миром. Сэм, здание только что включилось. Оно говорило со мной. Ты в порядке? Она никогда раньше так не делала. Я в порядке. Никаких следов Джеффа. Тачки показывают приближение грозы. По-моему, она уже началась. Эта пещера небезопасна. Вернись назад. Сэм? Чёрт! Твою ж налево. Давай хотя бы КПК заберём. Ты видел, да, то, что сюда нужна скрижаль оранжевая? Я её, походу, ещё не могу производить. Хотя, в принципе, если я из прошлой игры передал чертежи Альтеры, я, в принципе, могу их производить. Но не факт. О! Кофеё! Можно я... Блин, здесь тоже не работает автомат. Да что ж такое-то? Так, поскольку там гроза началась, нам надо отсюда выбираться. Смотри, какие ледяные сосули. Главное, чтобы на меня такие не грохнулись. А то мне будет бобобо. Ооо, я уже отсюда вижу. Смотри, какие там грозы. Ооо! Смотри, да ну... Ну нет! Да не может быть, чтобы мне так фартануло, и тут проход завалили. Погрей меня, солнышко. А то мне прохладненько. Я в шоке от того, что здесь произошло. Я же могу там как-то пролезть, не знаю. Я же худенькая девочка. Нет, нифига я не пролезу. Эм... Походу, мне путь лежит только в пещеру. Или вот здесь вот как-то можно, да, пробраться? Можно тут пробраться. Ого-го-го! И куда меня эта тропинка выведет? Я бы сейчас не отказался от чашечки горячего кофе. Может мне кто-нибудь плеснет здесь, а? Вот это метель. Небольшой обрывчик. Можно скатиться? Хотя нет, я лучше аккуратненько спущусь. Да уж, вот это здесь грозы. Не ожидал на самом деле. В первой части мы ни одной грозы с тобой даже не заметили. Не видели. И дождей там тоже не было. А еще меня напрягает то, что мой герой постоянно застревает. Да что ж такое-то? Просто на каждом углу... Ну, давай, беги, девочка. Беги, ну что ты тормозишь? Ух ты, какой классный растений, смотри. А это замерзшие грибы. Ну, в простонародье сосули. Хе. Страшное такое дерево, смотри. Оно дырявое. А издалека оказалось красивым. О! Наконец-то! Вон наш жилой модуль. Нет! Да какого? Лавина! Твою ж налево! Обзац был. Не, ну только со мной такое могло произойти. Я настолько фартовый, что за день со мной случилось две неприятности разом. Пещера обвалилась. И жилой модуль рухнул. Но бог с ней, с этой пещерой. Оу! 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну все, это капец. Три неудачи за день. Я пробил днище. Просто фарта... Еще и в воду упал. Я точно здесь не замерзну? А как я сквозь лед упал в воду? А нет, вот здесь вот есть кусочек льда отвалился, и я упал вместе с ним. Да... Ооо, я туда проплыть могу. КПК. Ваша среда и питание больше не безопасна. КПК перезапущен в аварийном режиме. О, смотри. Жизнеобеспечение появилось сразу же, как в воду залез, да? Как вот началась вся вот эта интрига. Выживу я или нет, сразу появились... Кислород, голодание, здоровье мое. Кислород, конечно же... Да, надо всплыть, подожди. Ну греби руками и своими. Шустрее, кислород сейчас закончится. Ты же хочешь выжить, тетечка? О, да. Слава богу. Ты видел, что мне там КПК посоветовал? Смотри. Так. О, нам надо, кстати, еще почитать про оксинологическую станцию. Ноль. Смотри, аварийная ситуация появилась. Начните с этого. Если вы это читаете, значит, вы пережили аварийную эвакуацию со станции. Оснащенной технологиями корпорации Альтера. Снова это фигня. В первой части тоже самое мне писали. И ваш КПК автоматически перезапущен в аварийном режиме. Данная операционная система поможет вам остаться в живых. Отслеживая температуру и жизненные показатели. А также давая советы. Совет по выживанию. Бла-бла-бла-буда. Я уже знаю. Не первый раз выживаю на этой планете. Руководство по выживанию в Арктии. А вот это мне пригодится. В Арктике я еще не выживал. Сотрудникам, работающим на поверхности в холодном климате, рекомендуется принять дополнительные меры. Сильные ветры могут привести к быстрому наступлению переохлаждения. Не уходите далеко от естественных укрытий или горячих источников. Никто заранее не скажет, как долго вы будете вдали от базы. Не забудьте упаковать обед. Горячие напитки всегда будут, кстати, при работе в условиях ниже нуля. Я пытался кофеев взять, мне никто не дал. Ну что это такое? О, кислород кончается. Всегда одевайтесь, соответственно, миссии. Вложение в холодостойкий костюм Альтеры, несомненно, окупится, когда речь идет о вашем выживании. Помните, сомневайтесь, не выходите. Отличный просто совет. Лавина тут не рухнет. Аккуратненько выплываем. Не, лавина здесь не рухнет. Короче, все. Кончилась моя сладкая жизнь. Придется строить жилые модули. Все по-новому. Смотри, там он, походу, живой мир. Наконец-то. А это что такое? Ого. О, пингвинчик рядышком плывет, смотри. Рыбку эту мы уже видим, по первой части помним ее. Рыба-бумеранг, рыба-пузырь. А вот пингвинов ранее я не видел. Пингвинчик, иди сюда. А, пингвинос, мы же с тобой договорились его называть. Вроде бы они безобидные. Такие классные. Пойдем-ка на суши с ними познакомимся. Ребят, здорово. Робин, ответь. На связи. Я в открытом море. Оставайся на месте, я посылаю спасателей на челнок. Нет, я в порядке. Мне просто нужно укрытие. Ладно, тогда я отправлю временное жилище. Найди его. Спасибо, Сэм. Свяжись со мной, когда доберешься. Ну, слава богу, не придется устроить хоть жилище. Сейчас его пришлют. Ты, кстати, заметил, как они рот открывают? Смотри, как у них рот открывается, кайфово. Открой ротик, пожалуйста, я тебе пузо почешу. Открой рот. Ребят, они меня не замечают? Хе, прыгнул в воду. Они, короче, меня, походу, приняли за своего. Во-во-во, видал, да? Прикольно у них рот открывается. Ребят, я тоже пингвин. Я кушать хочу. Мамка, дай мне рыбеху. Дай рыбу покушать. Что ж, эм... О, вижу спасательную капсулу, смотри. Главное, чтобы ее пингвины там не перехватили. Вон, она опускается на дно, смотри. Такая капсула, как на спасательную, похоже. О, смотри, ножки высунулись. Прикольно, она, короче, как трансформер, раскрылась. Все, ты готова? Можно к тебе залезть? О, прикол. Ну, слушай, да, это спасательная капсула. Такая же, как у Альтеры, только она немножечко, как из будущего, что ли. Здесь вот солнечные панели есть даже. Ну, это, короче, какая-то капсула понаворочнее, чем была в первой части. Залезть, видимо, снизу... Нет, снизу не получится. Надо сверху, у меня уже кислород заканчивается. Где открывашка-то? Сбоку, что ли? А, вот сбоку. Все, теперь цивильно. Фух, мы в спасательной капсуле. Снова. Нам нужно связаться с сеструхой, доложить ей, что у нас все в порядке, мы внутри. Во-во-во, пропущенные вызовы, смотри, оказывается, я уже с ней поболтал. Вот они минусы ранней версии, так и сюжет можно весь пропустить. Сэм, я в жилище. Что-нибудь слышно о Джеффрисе? Пока ничего. А о комплексе? Он назвал меня по имени. Я должна знать почему. Я понимаю. Приготовь себе что-нибудь поесть. Нарядись. Тому времени я найду ответы. Ну ладно. Итак, в этой капсуле мы имеем наш изготовитель и хранилище. В хранилище у нас ничего нет, а в изготовителе что мы можем изготовить? Все те же самые ресурсы. Это сечетое волокно, силиконовая резина. Кстати, она делается из каких-то других семян водорослей. Тут какие-то розоватые, а там были желтые. Стекло мы знаем, батарейка. Все, все то же самое, да, походу. Ничего нового. За год Альтера ничего нового не придумала для этой планеты. Хотя у них был тот чувак, который с нее выбрался. Ну что, мы снова оказались в этой долбанной спасательной капсуле. Немножко видоизмененной, немножко улучшенной. Немножко из будущего. Ну совсем немножко. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос, а также подписочка, если ты не подписан, чтобы не пропустить следующего видоса. Ну а на этом я с тобой прощаюсь.